Вы знаете, 5 января 2018 года большевики поступили честнее. Когда избрали хорошо и правильно учрительное собрание, 7 партий по 20%, они честно разогнали его силовым путем. Дмитрий Анатольевич Медведев, месяца два до выборов, обращаясь к вам, активистам Министерства России, и сказал он, человек открытый, честный, в этом смысле положительный, но сказал, задача власть удержать. Я поздравляю День России, силовиков, вы власть удержали, но каким путем? Вы закончите так же, как закончили большевики. Если сейчас выходит 100 тысяч, через 5-6 лет выйдут миллионы. И никто вам не поможет, в том числе полиция. Она будет на нашей стороне. Обследование проводили. Из 10 полицейских 7 готовы перейти до стороны народа. Нас. 9. Пусть возьмем 7, пусть 3 за них. Пусть 3. Армия вся на нашей стороне. Вы с кем останетесь? Вы что думаете, у вас будет вариант Ливии или Египта? Там хоть какая-то часть армии, или как сегодня Сирия. С вами никого не будем. Вы должны меньше нас раздражать здесь. Если мы 4 февраля выйдем вместе с Болотной площадью, 3 партии с субъективистами, вам конец уже будет 5 февраля. И мы не допустим ваши выборы 4 марта. Вот об этом лучше подумайте. Вся выйдет страна с нами. Если мы обратимся с Зуганов, я и Миронов, вам конец уже 4 февраля будет. Еще не страна. Страна мы. Вот за нас проголосовала больше, чем за вас. И я сегодня... Чего мешаете выступать-то? Сейчас будет выступать вас, правильный рост, мы же будем молчать. Где у вас совесть-то? Время мое? Мое. Нет, надо шуметь. Вы что думаете, я ваши подкулачные выкрики испугаюсь? Я не Миронов. Вы ему сюда запустили? Вы Единая Россия сюда запустили эту партию предателей? Ходят по посольствам. Это вы запустили? Это ваш продукт кремлевский? Негодный. Контрафактная партия. И желтый свет не зря у них. Желтый. Желтизна. Измена. Оранжевое, желтое, все одно и то же. Помолчите. Сейчас время наше. И я рад, что мы дожили до этого. Как я 20 лет переживал. Думал, неужели это на всю жизнь? Слава Богу. Начинает светить солнце над Россией. Мы вам хребет переломим всем. В этом году или через 2-3 года. Поэтому прекратите заниматься фасификацией. 900 голосов воруют на одном из участков. Слава Богу сказать. 900! Вы понимаете? Что вы делаете? В среднем на всех участках 93 тысячи по 100 голосов у ЛДПР. В среднем. Минимально. Где 500, 200. Я беру самый минимум. 100. Меньше 100 нигде не воровали. Вы украли у ЛДПР 10 миллионов голосов. 10 миллионов голосов. Здесь должно сидеть не 56 депутатов, а 150 депутатов от ЛДПР. Вот. В этом плане я это квалифицирую. С вашей стороны, как заслуженный юрист России, захват государственной власти. Каким путем? Мошенническим. Вы обманываете. Второй какой путь? Разбой. Вы силой это делаете. Выламывая руки. Вышвыривая наших наблюдателей. В Кемеровской области тысячу наблюдателей вышвыривали с участков. Тысячу только в одной области. В Анапе на наши места посадили негодяев. Не наши. Но показали документы. Якобы ЛДПР направила. КТУВА членами избиркомов посадили своих людей. Это куда дальше еще идти? Срывали билборды. Значит, заставляли людей выходить из списков. И, естественно, искажение тотально. И не первый раз, что вы здесь комедию ломаете. Все 20 лет я участвовал во всех выборах. Это 6 раз в Думу, 6 раз в кандидат в президент. Прокуратура ничего не делает. Никакого надзора вы не осуществляете. И вы должны прямо сказать. Ребята, меня назначают президент. Я кому должен служить? Президенту. То же самое министром трудных дел. То же самое ЦИК. Поэтому мы с вами виноваты. Надо менять конституцию. Пока президентская республика, вся власть в их руках. И они над нами будут издеваться каждый раз. Мы говорим Чурову, вы готовы уйти в отставку? Простой вопрос. С элементарной логикой. Скажи, да, нет. Он выходит и говорит. Вопрос не от сердца, а от ума. Я не понимаю, какой ответ. Да или мы идиоты, или вы идиоты. Что дальше от ума? Вопрос. Что мы безумцы, а вы очень умные. Вы фальсификаторы Чуров. Вся ваша центральная избирательная комиссия фальсификаторы. Все 94 тысячи комиссий. Миллион человек. Вы заставляете фальсифицировать выборы. Каждый день. Каждый час. Вы подкупаете их. Сейчас знаете, какую форму новую подкупы придумали? Неудобно ссумать 50 тысяч после выборов. Беспроцентный заем. Миллион рублей. Бери. А потом, говорит, без отдачи, может быть, будет. Вот до чего дошло. Денег много. Вы купите всю страну. Но она взорвется. Любая комиссия. Приви, спросите, что им обещают сейчас 4 марта. Любая комиссия. Там миллион человек по 10 членов комиссии. Любая. Вот я вам говорю, все комиссии. Давайте пойдем. Давайте пересчитаем любой участок. Что вы боитесь? Если выборы честные, давайте пересчитаем на любом участке. Вы боитесь пересчитать? Боитесь? Поэтому не надо обманывать здесь. Вы понимаете, что самый лучший способ считать выборы честными, когда их признают все остальные партии. Из 7 партий, участвовавших в выборах, выборы признала только одна партия. Единая Россия. 6 партий выборы не признали. Все. С удовольствием сдадим. Если мы сдадим мандаты, вот тогда начнется оранжевая революция. Ибо вы будете нелегитимны. Вас уже будут удалить. Ибо здесь меньше двух партий быть не должно. А если одна партия, вас тоже надо закрывать. Поэтому вы лучше помолчите. А то вы договоритесь до такого мнения, что мы заставим не только вас разоблачить, но еще вас арестовать всех. Вместе с вашими силовиками. С вашим чигом. И этого требует народ наш. Вас к уголовной ответственности всех. Вас всех под суд с вашей криминальной властью. Вы все бессовестные. Люди негодуются, спросите у людей. Выйдите на любую улицу, любой дом. Из 10-ти денег вам будут плевать в лицо. И вас вся страна ненавидит. Поэтому лучше молчите, пока мы с Дзюгановым чуть-чуть подобрее к вам относимся. Как только разозлите, вам конец. Если мы выведем своих сторонников, это десятки миллионов. Все. Это будет уже не оранжевая революция, а вторая оттягивая. Спасибо.